здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я вас приветствую на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами а вернее даже продолжим разговор о биопрепаратах которые вы можете найти в торговой сети теперь уже буквально каждого города одним из таких биопрепаратов является биомастер м4 и он еще называется азофит в основу этого биопрепарата азофит входят азот фиксирующие бактерии азот фиксирующие бактерии являются очень важными компонентами почв и вообще биосферы в целом их важность обуславливается тем что они способны поглощать молекулярный азот из атмосферы а мы дышим если говорить уж так сказать по составу того чем мы дышим скорее азотом чем кислородом потому что азота в атмосфере гораздо больше чем кислорода так вот они захватывают этот азот из атмосферы и превращают его в такую форму которая доступна растениям в мире в природе существует огромное множество различных азот фиксирующих микроорганизмов это всегда преимущественно бактерии при этом эти бактерии делятся на две очень большие группы большая группа одна это те которые живут и могут жить исключительно совместно с растениями растения прикармливают этих бактерий и они настолько сильно сблизились и сроднились что бактерии проникают внутрь корней растений формируют там клубеньки и начинают там свою азот фиксацию всем известно что таким свойством обладают бобовые растения свойством привлекать азот фиксирующих бактерий клубеньковых бактерий вступать с ними в симбиоз и таким образом обуславливать азот фиксацию как нам может это помочь разумеется что нам это может помочь тем что мы можем использовать бобовое растение однолетнее бобовое растение в качестве сидеральных культур сидератов соответственно запахивая зеленую массу бобовых растений мы одновременно и обогащаем почву азотом потому что во всех остальных случаях сидератов азота мы в почву привлекаем не так много вторая группа азот фиксирующих микроорганизмов это бактерии которые существуют отдельно они называются свободно живущими эффективность симбиотических азот фиксирующих бактерий которые живут вместе с бобовыми гораздо выше чем эффективность свободно живущих азот фиксирующих бактерий однако у свободно живущих бактерий есть большое преимущество они не зависят от тех растений которые у вас посажены в огороде в саду или где-то еще однако же несмотря на то что эффективность их по азот фиксации не так велика есть некоторые секреты с помощью которых мы можем существенно увеличить их эффективность и сделать их вклад в обеспечение азотом почвы и соответственно огородных растений гораздо выше возвращаясь биопрепарату скажу что здесь находится внутри биопрепарата очень известная азот фиксирующая бактерия которая называется азотобактер азотобактер довольно широко распространен в природе однако он тяготеет преимущественно к плодородным почвам почему это связано с тем что азот фиксирующие бактерии очень зависимы от источника энергии для того чтобы препарат был эффективным необходимо прежде всего обеспечить эти бактерии питанием а именно энергией азот фиксирующие симбиотические бактерии решают этот вопрос таким образом что внедряются внутрь растения растение их там принимают не отторгают и подкармливают той глюкозой ну например глюкозой то есть какими-то сахарами которые получают они в результате фотосинтеза если мы хотим чтобы наш препарат был эффективен и внесение использования этого препарата было эффективным нам непременно необходимо обеспечить почву достаточным количеством органического вещества иначе говоря если вы разведете по инструкции этот препарат и внесете его на песчаные почвы на малоплодородные почвы на глинистые низко гумированные почвы на почвы бедно органическим веществом то никакого толку от использования этого препарата к сожалению не будет давайте поговорим о прочих преимуществах таких препаратов к преимуществам таких препаратов стоит отнести то что азот фиксирующие бактерии в том числе входящих вот в этот препарат они способны стимулировать рост растений они выделяют фитогормоны они способны также защищать корневую систему растений от посягательства различных патогенных растений патогенных микроорганизмов в этой связи очень важно использовать подобного рода препараты наряду с фитоспорином с другими бактериальными препаратами на тех культурах которые очень подвержены корневым гнилим а это огурец первую очередь другие бахчевые тыквенные растения и томат кроме того он даже способен противостоять не очень сильно однако же при хорошем развитии способен в том чину не только напрямую противостоять но также и через стимуляцию роста через стимуляцию фитоиммунитета через гормональную стимуляцию растений противостоять такому опасному заболеванию томатов как черная ножка это заболевание является бактериальным от него фунгицидных обработок каких-то препаратов фунгицидных нет не существует поэтому с ним довольно сложно бороться так что преимуществ у этого препарата много если говорить о качестве этого препарата я уж подробно скажу кем он произведен потому что на опыте прошлых разборок разборов с биопрепаратами оказалось что производители бывают разные и качества тоже бывают разные в том числе поддельные так вот это биомастер м4 а зафит тут сверху написано эффективные микроорганизмы то есть какая-то м м серия комплекс микроорганизмов экоземледелия изготовитель оо терра мастер россия новосибирск геодезическая 1 вот такой производитель я проверял этот препарат ну во первых смотрел его под микроскопом сколько там бактерий на сколько там население разнообразно могу сказать что это монокультура здесь действительно вот как заявлено что он содержит одну единственную разновидность бактерий азотобактер так оно и есть кроме того я высевал ее на специальную питательную среду которая называется эшби она не содержит азота и на ней как раз проявляются те микроорганизмы бактерии в частности которые способны к азот фиксации что я вам хочу сказать что качество этого препарата я могу охарактеризовать как очень очень хорошая у меня здесь высевается стабильно очень много этих бактерий очень много колоний получается они не очень хорошо видны белые на белом фоне однако же они здесь есть довольно большом ну не в довольно а в общем в общем хорошем большом количестве ну связи с тем что они очень мелкие даже в тысячном увеличении они ну не такие фотогеничные к кисломолочные палочки например вот поэтому показывать какие-то микрофотографии нет смысла но уверяю вас что препарат хороший качественный производитель здесь не обманул более того я даже скажу что вот эта бутылка была куплена примерно год назад мною а произведена была 0 2 0 3 2017 то есть сейчас уже ноябрь 2018 то есть ей уже больше чем полтора года соответственно качество этого препарата за это время нисколько не ухудшилось в нем как были эти бактерии как крутились они там под микроскопом так они крутятся до сих пор как они высеваются вот я пару дней назад высеял эту чашечку так они высеваются до сегодняшнего дня уж не знаю как долго он продержится ну срок годности у него обещан три года и по крайней мере половину этого срока он вот в общем-то хорошо выдерживает хорошо идет какие особенности применения этого препарата азотобактер является необычной бактерией он способен утилизировать то есть использовать в качестве источника энергии множество различных веществ это и сахара это органические кислоты это сложные органические вещества это остатки даже биопестицидных препаратов каких-то это могут быть какие-то поверхностно-активные вещества кто там увлечен форма йодом и загадил свою теплицу большим количеством поверхностно-активных веществ могут вполне использовать этот препарат не только как азотфиксатор но и как разрушитель вот таких вот чужеродных почве веществ имеются опыты и хорошие убедительные опыты что он может расти даже в присутствии паров ацетона то есть ацетон может использовать в качестве источника энергии но конечно до поливой обработки ацетоном почвы мы доходить с вами безусловно не будем ну а совет мой при использовании таких вот биопрепаратов будь то при выращивании рассады или в огороде в полевых условиях или в защищенном грунте вам одновременно с этим препаратом нужно обязательно вносить хорошие источники энергии но какие такие источники энергии это могут быть в первую очередь к таким источником энергии надо конечно же отнести сахар ну самый обыкновенный сахар вот многие там даже мед рекомендуют варенье такая что же хорошие источники энергии но как-то их очень жалко и мед и варенье вот а сахарные подкормки делать вполне можно очень хорошим источником энергии для них являются всевозможные овощные отвары это картофельные отвары это капустные отвары это какие-то вот ну такого вот рода отвары которые вы просто были от макарон отвары вы можете их собирать баночку какую-то слили там холодильник поставили потом на дачу завезли разбавили 11 и пролили свои растения и одновременно подкормили и азотобактер это могут быть крахмальные подкормки конечно можно сделать легкий клейстер тоже развести его скажем там две три столовые ложки на литр воды сделать вот такой клейстер густой а потом его один 10 разводить и делать такие вот подкормки под корень овощных растений в том числе рассады соответственно вы будете одновременно подкармливать этот азотобактер и способствовать биологизации вашей почвы и обеспечению растений вот таким вот органическим можно сказать азотом который не получен химическим синтезом там не не мочевина не что-то еще а получен именно вот таким природным путем не всегда нашим растением в ожидании от нас большого урожая хватает только лишь азотобактера для роста иногда все-таки даже на фоне использования азотобактера приходится прибегать к азотным подкормкам но только в том случае если растения дают сигналы о том что им это надо во всех остальных случаях излишний азот под растение совершенно не нужен ну и надо сказать что летом когда мы делаем наш жидкий компост травяной бродиловку зеленое удобрение по-разному это называется там мы вносим и колоссальное количество органического вещества и колоссальное количество питательных веществ том числе для вот этих самых бактерий в том числе мы вносим какое-то количество и уже минерализованного или органического азота соответственно компенсируем ту нехватку которую возможно ну не может полной мере обеспечить азотобактер в почве подрезюмирую препарат этот хороший препарат этот с позитивным эффектом препарат этот с хорошим качеством препарат этот с выраженным эффектом в почве особенно если речь идет о рассаде например то там действительно этот эффект колоссален особенно на фоне вот таких без азотистых энергетических подкормок о которых я сказал стимулирующий эффект тоже хорошо очень виден на рассаде поэтому посмотрите где вы можете его достать где вы можете его приобрести если он вам покажется дорогим купите один флакон в качестве закваски а мы будем учиться как его получить совершенно бесплатно в домашних условиях смотрите наши выпуски не пропускайте подписывайтесь для того чтобы быть в курсе дел нашего канала на этом я с вами прощаюсь всего хорошего